ну здравствуйте мы продолжаем об искусстве и продолжаем читать онуры нашего д бальзака сегодня у нас будет рассказ пьер гроссу немножко погрузимся в живопись поехали пьер гроссу подполковнику артиллерии переола в знак искреннего уважения автора бальзак всякий раз когда вы посещаете выставку живописи и вояне устроенную на новый лад когда вошло в обычай после революции 1830 года не охватывает ли вас чувство растерянности уныния и скуки при виде длинных загарможденных галерей с 1830 года салона больше не существует лувр был вторично взят приступом художниками и они там утвердились в прежнее время выставляя действительно избранные произведения искусства салон пользовался высоким уважением среди 200 отобранных картин публика еще раз производила выбор и неведомые руки венчали лаврами лучшее произведение вокруг картин разгорались страстные споры оскорбления которыми осыпали де лакруа и энгра способствовали их известности не меньше чем словословия фанатичных приверженцев ныне вокруг произведений выставленных на этом художественном базаре не разгораются страсти не посетителей не критики зрителям самим приходится заниматься отбором который прежде был возложен на жюри и этот труд утомляет их когда же выбор сделан выставка закрывается до 1817 года принятые картины развешивались не далее до двух первых колонн длинной галереи старых мастеров а в нынешнем году они к немалому изумлению публики заполонили всю галерею исторический жанр жанр в узком смысле этого слова станковая живопись пейзаж натюрморт анималистическая живопись и акварельная по всем этим семи видам живописи вряд ли следует выставлять более чем по 20 картин достойных обозрения публики который трудно сосредоточить внимание на большом количестве произведений по мере увеличения числа художников жюри становилось более взыскательным но все было потеряно как только салон захватил всю галерею салону следовало бы занимать одну и ту же раз и навсегда установленную площадь где все виды живописи были бы представлены лучшими произведениями десятилетний опыт доказал преимущество прежнего принципа отбора теперь вместо поединка перед вами свалка вместо торжественной выставки беспорядочный базар вместо отобранного все целиком и что же истинный художник здесь только проигрывает турецкая кофейня дети у фонтана казино крючих иосиф декана выставленные в большом салоне вместе сотни лучших картин этого года больше принесли бы ему славы нежели 20 его полотен затерявшихся среди трех тысяч картин занявших шесть галерей и как ни странно с тех пор как двери открылись для всех повсюду заговорили о непризнанных гениях 12 лет назад когда куртизанка энгра и куртизанка сигалона медуза жиряко резня на острове хиос дала круа крещение генриха 4 эжена доверия получили признание знаменитости строгих ревнителей искусства и возвестили миру вопреки неодобрительным отзывам критики о существовании молодых дарований не раздалось ни одной жалобы теперь же когда любой мазилка может свободно выставить свою работу только и разговоров что о неоцененных талантах там где нет отбора нет и вещей отборных как бы там ни было художники вернуться к старому порядку испытания когда их творчество рекомендуют восторженному вниманию публики для которой они работают без отбора академии не будет салона а без салона искусство может погибнуть с тех пор как каталог выставки стал объемистой книгой в нем появилось множество имен никому не ведомых хотя за ними следует перечень 10 12 картин пожалуй самое малоизвестное среди них имя пьера грассу живописца приехавшего из фужера которого в кругу художников запросто зовут фужером теперь он уже занял прочное место под солнцем и это наводит на горькие размышления которыми и начинается рассказ о его жизни похожий на жизнь многих других из племени художников в 1832 году фужер жил на улице на варен на пятом этаже одного из тех высоких и узких домов похожих на луксорский обелиск в которых тесный вход почти тотчас переходит в крутую темную лестницу на каждом этаже у них не более трех окон сзади расположен двор точнее говоря квадратный колодец над квартирой в три или четыре комнаты занимаемой грассу из фужера была расположена его мастерская с видом на монмартр стены мастерской красно-бурого цвета тщательно окрашенный натертый пол простая но опрятная кушетка как в спальне лавочницы на стульях коврики с каймой все говорило бережливости и расчетливой жизни человека ограниченного и небогатого здесь стоял комод для хранения принадлежности живописной мастерской обеденный стол буфет секретер и лежали инструменты необходимую художнику все содержалось в чистоте и порядке изразцовая печь дополняла картину голландского уюта еще более заметного при ровном свете зимнего солнца заливавшего просторную комнату ясными холодными лучами фужеру художнику жанристу не нужны были огромные сооружения разоряющие живописцев исторического жанра он не чувствовал в себе достаточных способностей для больших полотен и довольствовался станковой живописью однажды это было в начале декабря в пору когда французские буржуа периодически страдают манией увековечивать свои и без того всем наскучившие физиономии пьер гроссу встал рано растер краски затопил печь и принялся есть хлебец макая его в молоко он не брался за работу ожидая пока оттают окна и свет проникнет в комнату была прекрасная сухая погода жуя хлеб всем покорным и смиренным видом который говорит о многом художник услышал на лестнице шаги человека игравшего в его жизни ту роль какую обычно играют люди подобного рода в жизни всякого художника то был элиас магус торговец картинами расставщик от живописи элиас магус застал художников ту минуту когда тот готовился приступить к работе в своей чистенькой мастерской как поживаете старый плут обратился к нему гроссу стараясь подделаться под фамильярный тон художников уже был награжден орденом элиас платил ему за картины по 200 300 франков торговли идет плохо ответил элиас все вы уж очень много о себе мните на картине красок на шесть сол а вам подавай за нее 200 франков но вы добрый малый вы человек порядочный я пришел предложить вам славное дельце тимео донаусе дона ферентес ответил фужер боюсь донайцев и дары приносящих вы знаете латынь нет так вот это означает что греки никогда не предлагали хороших дел троянцам без выгоды для себя никогда не говорили возьмите моего коня ныне мы говорим возьмите моего медведя что же вы хотите улиц лаженголь элиас магус эти слова дают представление о беззлобном остроумии фужера и о шутках имевших хождение в мастерских художниках не скрою вам придется сделать для меня даром две картины ого ну как хотите я не требую вы честный художник но в чем дело я приведу к вам отца мать и единственную дочь все единственные в своем роде вот именно и надо написать их портреты эти почтенные буржуа без ума от искусства но никогда еще они не отважились войти в мастерскую за дочкой сто тысяч франков приданного возьмитесь-ка да и напишите их портреты быть может они станут вашими фамильными портретами здесь этот старый немецкий чурбан по имени элиас магус почему-то слывущий человеком оборвал свою речь и разразился дребезжащим смехом который неприятно поразил художника ему показалось что он слышит мефистофеля рассуждающего о браке за каждый портрет вам заплатят по пятьсот франков вам следовало бы сделать для меня три картины ну еще бы весело проговорил художник а женитесь на дочери не забудьте меня женюсь я скричал пьер гроссу я привыкшись спать один вставать рано вести правильный образ жизни сто тысяч франков возразил магус и вдобавок приятная девица вся в золотистых тонах чистейший тициан а кто они эти люди в прошлом торговцы теперь же любители искусства у них загородный дом в вильдовре и от десяти до двенадцати тысяч франков годового дохода а чем они торговали бутылками не произносите этого слова я так и слышу как режут ножом пробки у меня зубы ноют во рту так что ж приводить их три портрета я выставлю их в салоне может быть стану портретистом ладно приводите Элис отправился за семейством Вервель чтобы понять в какой мере его предложение могло заинтересовать художника и какое впечатление должна была произвести на него достопочтенная чета Вервель и единственная их дочь необходимо бросить взгляд на прошлую жизнь Пьера Гроссу из Фужера в годы ученичества Фужер изучал рисунок у Сервена считавшегося в академических кругах замечательным рисовальщиком затем он перешел к Шиннеру надеясь постичь тайну сочного великолепного колорита которым владел этот мастер но и учитель и его ученики отличались скрытностью Пьеру ничего не удалось выведать отсюда Фужер перекочевал в мастерскую и самервье чтобы приобрести навыки в искусстве композиции однако и композиция не далась ему потом он попытался вырвать у Гране у Дроллинга тайну очарований их интерьеров у этих мастеров ему тоже не удалось ничего похитить в конце концов Фужер завершил свое образование у художника Дюваль Лекамю все годы обучения переходя от одного живописца к другому Фужер отличался столь невозмутимым и уравновешенным нравом что над ним насмехались во всех мастерских где он побывал но повсюду он обезоруживал своих сотоварищей скромностью, терпением и кротостью ягненка учителя не чувствовали расположение к этому славному малому крупные художники любят людей блестящих мы своеобразные, занимательные, пылкие или же мрачные, сосредоточенные предвещающие будущее дарование а в Грассу все говорило о посредственности само его прозвище Фужер которое носит художник в пьесе де Галантино давало повод ко многим издевательствам но бедняга в силу обстоятельств предпочел принять имя своего родного города уж очень фамилия Грассу от французского слова Грасс жирный была под стать его внешности он был пухленький и приземистый с бесцветным лицом глаза у него были карие, волосы черные нос утиный, большой рот и оттопыренные уши кроткое, добродушное и покорное выражение мало облагораживало его дышавшее здоровьем но не энергичное лицо такую натуру наверняка не терзали ни бурные страсти, ни мятежные мысли ни чувство иронии, свойства великих художников этот молодой человек был рожден для жизни добродетельного буржуа в Париж он приехал намереваясь поступить приказчиком к торговцу красками уроженцу Майены и дальнему родственнику Доржемонов но из упрямства свойственного бретонцам взял за художником одному богу известно сколько он выстрадал как приходилось ему жить в годы ученичества он страдал подобно тому как страдают великие люди когда их душит нищета и словно диких зверей травит свора людей посредственных и толпа завистливых чистолюбцев как только Фужер решил что у него окрепли крылья он снял мастерскую на улице мортир и с жаром принялся за работу Гроссу дебютировал в 1819 году на первой картине которой он представил жюри выставки в Лувре была изображена деревенская свадьба довольно жалко скопированная с картины греза полотно не приняли узнав о роковом решении Фужер не впал в ярость от уязвленного самолюбия подобно людям высокомерным которые иной раз способны в порыве гнева вызвать на дуэль директора или секретаря музея а то и пригрызить им расправой он спокойно забрал картину завернул ее в платок принес свою мастерскую и дал себе клятву стать великим художником Гроссу поставил картину на станок и отправился к своему бывшему учителю Шиннеру человеку мягкому и уравновешенному художнику огромного дарования имевшему бурный успех на последней выставке в салоне Фужер попросил его указать недостатки отвергнутого произведения великий художник бросил все дела и пришел к нему в мастерскую но когда бедняга подвел его к картине Шиннер едва бросив на нее взгляд схватил Гроссу за руку ты славный малый у тебя золотое сердце обманывать тебя нельзя так вот слушай все что ты обещал в мастерской ты выполнил но когда из под кисти художника выходят такие штуки штуки лучше не брать красок у брюлона и не отнимать холста у других вернись нынче домой пораньше надень ночной колпак ляг спать в девять часов вечера поутру отправляйся к десяти часам в какую-нибудь канцелярию искать себе место а искусство оставь друг мой ответил Фужер картина моя уже осуждена я хотел бы услышать не приговор а его основание хорошо колорит у тебя тусклый ты видишь натуру в темных тонах рисунок у тебя желтый расплывчатый твоя композиция подражание грезу но он искупал свои слабые стороны такими достоинствами каких у тебя нет разбирая недостатки картины Шиннер заметил на лице Фужера выражение глубокой печали он повел его обедать и постарался утешить как мог на следующий день с семи часов утра Фужер снова работал над отвергнутой картиной он оживил краски внес поправки подсказанные Шиннером подправил лица но затем он почувствовал отвращение к этой подмалевке и отнес картину к Элиас Магусу Элиас Магус весьма своеобразная помесь голландца бельгийца и фламандца имел тройное основание стать тем кем он и стал богатым скрягой в то время он приехал в Париж из Бордо и занялся торговлей картинами на бульваре Боннувель Фужер который зарабатывал себе на жизнь своей кистью стойко питался хлебом и орехами хлебом и молоком хлебом и вишнями или хлебом и сыром смотря по сезону когда городцу принес Элиасу Магусу свою первую картину тот долго приглядывался к ней и предложил художнику пятнадцать франков при заработке пятнадцать франков в год и расходах в тысячу франков сказал фужер улыбаясь далеко пойдешь Элиас Магус досадливо поморщился он мысленно выругал себя сообразив что мог бы получить картину за пять франков несколько дней подряд фужер каждое утро спускался по улице мартир останавливался против лавки магуса на противоположной стороне бульвара и прячась в толпе пристально смотрел на свою картину не привлекавшую ничьих взглядов в конце недели картина исчезла фужер перешел бульвар и как бы прогуливаясь направился к лавке магуса Элиас стоял на пороге я вижу моя картина продана вот она ответил магус я хочу вставить ее в раму тогда можно будет предложить ее кому-нибудь кто манит себя на таком живописи фужер не решался больше появляться на бульваре он начал писать новую картину и два месяца работал над ней питаясь как мышь и работая как каторжник однажды вечером он все же пришел на бульваре ноги сами привели его к лавке магуса картины нигде не было я продал вашу картину сказал торговец художнику за сколько вернул свое с небольшой прибылью сделайте для меня фламандские интерьеры урок анатомии пейзаж в цене сойдемся добавил Элиас фужер едва не схватил его в объятия он посмотрел на торговца как на отца родного с радостью в сердце красу вернулся домой значит великий художник шина расшибся в огромном париже нашлись родственные красу души его одарование поняли и оценили бедный малый был в 27 лет простодушен как 16-летний юнец окажись на его месте другой недоверчивый подозрительный художник от него не ускользнуло бы сатанинское выражение промелькнувшее в глазах Элиаса Магуса он заметил бы как вздрагивала его бородка иронически допорщились усы и подергивались плечи не дать не взять иудей в романе Вальтера Скотта надувающих христианина фужер прошелся по бульвару радость придавала его лицу горделивое выражение он был похож на лицеиста который завел любовницу он встретил своего сотоварища Жозефа Бридо одного из тех своеобразных талантов которым суждено изведать и славу и несчастье Бридо заявил что у него бренчат деньги в кармане и повел фужера в оперу но тот не видел балета не слышал музыки он обдумывал картины он творил в середине представления Гроссу покинул Жозефа Бридо и побежал домой писать эскизы при свете лампы он придумал 30 подражательных картин он поверил в свою гениальность на следующий день он накупил красок холстов различного размера положил на стол хлеб сыр наполнил кувшин водой запасся дровами для печки затем принялся по выражению художников корпеть над картинами у него были кое-какие модели а магус одолжил ему ткани после двухмесячного затворничества бритонец закончил четыре картины он вновь обратился за советом к Шиннеру призвал на помощь Бридо оба художника нашли что три его картины рабское подражание голландским пейзажам интерьером митсу а четвертая копия урока анатомии Рембрандта опять в списке заметил Шиннер ах фужер нелегко тебе найти собственное лицо брось живопись займись другим делом советовал Бридо но чем же попробуй силы в литературе фужер повесил голову как овца под дождем но затем проспросив друзей получив несколько полезных указаний он подправил кое-где картины и отнес их Элиаса Магусу тот заплатил ему под двадцать пять франков за каждую фужер ничего не заработал но благодаря крайне скромному образу жизни не остался и в убытке время от времени он ходил смотреть что стало с его картинами и однажды оказался во власти какой-то странной галлюцинации его картины аккуратно выписанные гладкие жесткие на взгляд как листовое железо и блестевшие как живопись по фарфору словно подернулись туманом и стали похожи на полотна старых мастеров Элиас куда-то отлучился и фужеру не удалось добиться разгадки этого странного явления он решил что ему все почудилось и вернулся к себе в мастерскую писать новые подражания старым картинам после семилетнего упорного труда фужер сносно овладел композицией и писал не хуже других второстепенных художников Элиас покупал и перепродавал все картины бедняги-бретонца Пьер Гроссу с трудом зарабатывал сотню луидоров в год и расходовал не больше 1200 франков при организации выставки в 1829 году Леон де Лора Шиннер и Бридо все трое пользовались в ту пору большим влиянием в мире искусства и возглавляли тогдашнюю живопись настояли из жалости к своему старому приятелю так упорно работавшему и прозябавшему в бедности чтобы картина его была принята на выставку произведение повесили в салоне эта картина производившая большое впечатление проникнутое чувством подобно картинам Виньерона была написана в ранней манере Дюгуфа на ней изображен молодой человек которому в тюрьме выбривают затылок по одну сторону от него священник по другую старуха и молодая женщина в слезах судейский писец читают какую-то гербовую бумагу на грубом столе нетронутая еда сквозь высоко прорезанное окно с железной решеткой падает луч света картина способна была вызвать трепет у буржуа и буржуа содрогались между тем фужер просто-напросто позаимствовал сюжет известной картины герарда доу женщина больная водянкой но он повернул группу к окну вместо того чтобы показать ее с лица заменил умирающую осужденным сохранив тот же взгляд ту же бледность тот же призыв к богу вместо врача фламандца он написал холодную сухую фигуру судейского в черном возле молодой девушки из группы герарда доу он нарисовал еще и старуху наконец среди других лиц выделялась жестокая вместе с тем благодушная физиономия палача никто не обнаружил ловко скрытого плагиата в каталоге значилось 510 гроссу из фужера пьер улица наварен 2 последние часы шуана приговоренного к смерти в 1809 году эта посредственная картина имела шумный успех ибо напоминала о деле мартанских поджаривателей каждый день перед этим модным произведением толпились посетители выставки как-то раз перед ним остановился Карл 10 герцогиня Беррийская узнав как трудно живется бедному бритонцу преисполнилась к нему сочувствием герцог Орлеанский осведомился о стоимости картины духовенство высказала супруге поверив что картина проникнута благочестивым настроением и действительно религиозное чувство окрашивало ее вполне достаточно его высочество дофин пришел в восхищение от слоя пыли на плитах пола грубейшая ошибка ибо фужер разбросал зеленоватые тона свидетельствовавшие о сырости у основания стен герцог 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 кроме того за него были все герцог уже преуспевшие сочувствующие герцог выдвигающимся некоторых трогала энергия человека которого ничто не могло обескуражить вспоминая о доминикино они говорили в искусстве следует поощрять усердие герцог честно заслужил свой успех бедняга уже десять лет трудится в поте лица слова беднягой в поте лица были подоплекой доброй половины всех одобрений и поздравлений которые получил художник жалость также помогает посредственности подняться как зависть старается принизить великих художников газеты не поскупились на критику но новоиспеченный кавалер ордена почетного легиона перенес ее с той же ангельской кротостью с какой переносил советы друзей сколотив к тому времени упорным трудом пятнадцать тысяч франков герцог ставил свою квартиру и мастерскую на улице на варен написал картину для его высочества дофина и две картины заказанные министром выполнив их к сроку с точностью малоприятной для кассы министерства привыкшей к проволочкам как не позавидовать счастью людей аккуратных опоздай гроссу он ничего не получил бы вскоре произошла июльская революция к тридцати семи годам фужер написал для элиаса магуса около двухсот никому неизвестных картин в работе над ними он набил руку и приобрел сносную манеру выполнения заставляющую художника пожимать плечами на столь любезную сердцу буржуа друзья ценили фужера за прямоту взглядов за постоянство чувства безотказную служливость и честность они не уважали его как художника но любили как человека как жаль говорили они что у фужера пристрастие к живописи тем не менее гроссу давал очень дельные советы подобно тем филитонистам которые сами не способны написать ни одной книги но прекрасно знают чем грешит чужая однако между фужером и литературными критиками было одно существенное различие он был в высокой степени чувствителен к красоте умел ее видеть в его советах всегда было чувство меры и справедливости поэтому к его мнению прислушивались после июльской революции фужер посылал на каждую выставку из десяток картин из которых жюри принимало четыре или пять он вел скромный образ жизни и держал только одну служанку он не знал иных развлечений кроме посещения друзей и осмотра произведений искусства иногда он разрешал себе небольшие поездки по Франции собирался даже поехать в Швейцарию чтобы найти там источники вдохновения этот никудышный художник был отменным гражданином он нес караул в национальной гвардии являлся на смотры платил за квартиру и за все свои покупки с аккуратностью самого допропорядочного буржуа жизнь его протекала в трудах и заботах и у него никогда не было досуга для любви Гроссу был холст и не богат и не собирался усложнять женитьбой свое несложное существование он не был способен изобрести какой-либо способ приумножать свои капиталы каждые 3 месяца относил нотариусу кардо весь заработок и сбережения когда на текущем счету грассу накапливалось тысяча нотариус помещал их под первую закладную с ограничением прав жены если закладчик был женат или с ограничением прав продажи если закладчику предстояло произвести какие-нибудь платежи нотариус сам взимал проценты и присоединял их к тем взносам которые время от времени делал ему Гроссу из фужера художник с нетерпением ожидал того вожделенного дня когда его вложения начнут приносить кругленькую сумму в 2000 франков годового дохода и он сможет позволить себе отиум кум дегнитати то есть заслуженный отдых художника тогда он будет писать картины но какие картины картины настоящие картины законченные из ряда вон выходящие потрясающие сногсшибательные хотите ли вы знать его мечты о счастье о будущем предел его упований стать членом академии получить офицерский крест ордена почетного легиона сидеть рядом с шинером и эллионом пройти в академию раньше бредо офицерская орденская ленточка в петлице какие мечты только посредственность умеет думать обо всем этом заслышав шаги на лестнице фужер взбил хохол застегнул бархатную куртку зеленовато-бутылочного цвета и к немалому удивлению видел просунувшуюся в дверь мастерской физиономию того типа который художники называют в насмешку арбузом сей плод возвышался над пузатой тыквой облеченной в синей суконной сюрту украшенный связкой позвякивающих брелоков арбуз тяжело отдувался тыква выступала на ногах напоминавших брюквы настоящий художник создал бы именно такой шарж на этого торговца бутылками и немедленно выставил бы его за дверь заявив что овощей он не рисует но фужер не рассмеялся при виде заказчика на манишке господина вербеля сверкал бриллиант ценой в тысячу экю взглянув на магусов фужер бормотал жирный кусочек услышав это выражение принятое в среде художников вервельно хмурился сей торговец вел за собой другие сорта овощей в лице своей супруги и дочери физиономия супруги была отделана под красное дерево овся она походила на кокосовый орех перехваченный поясом и увенчанный головкой она катилась на круглых ножках одетая в желтое платье с черными полосами и горделиво выставляла на показ экстравагантные метенки обтягивавшие ее руки вздутые словно перчатки на вывесках на шляпе ее колыхались страусовые перья обычно украшающий катафалк на торжественных похоронах на пышные шарообразные плечи не спадали спереди и сзади кружевные оборки таким образом сферические контуры кокосового ореха были выдержаны полностью ее ноги художники называют такие ноги колодами выпирали пухлыми складками из лакированных полусапожек как эти ноги влезли в башмаки уму непостижимо следом выступала молодая спаржа в зеленовато-желтом платье у нее была маленькая головка с гладко уложенными волосами морковно-желтого цвета столь излюбленного римлянами веснушки на довольно белой коже большие невинные глаза с белесыми ресницами и жиденькими бровями добродетельные красные жилистые руки и ноги как у матери ее шляпка из итальянской соломки обшитая белой атласной ленточкой была украшена двумя наивными шелковыми бантами пока все трое осматривали мастерскую на их счастливых лицах было написано почтительное восхищение искусством так это вы сударь сделаете наше изображение спросил отец напыжившись для храбрости да сударь ответил гроссу вервей у него крест шепнула супруга когда художник повернулся спиной разве стал бы заказывать портрету художнику неудостоинному награды произнес бывший торговец бутылками или осмагус откланялся и вышел гроссу проводил его до лестничной площадки только вы способны выудить таких головастиков сто тысяч франков приданного да но что за семейка виды на наследство в триста тысяч франков дом на улице бушера и загородный дом в вильдефре бушера будущность бутылки бобнил художник вы будете обеспечены до конца дней своих сказал элиас эта мысль сверкнула в голове пьера подобно лучу света озарявшего поутру его мансарду усаживая отца молодой особый художник уже находил что у него приятная внешность и даже залюбовался буйными красками его лица мать и дочь порхали вокруг художника восторгались его приготовлениями он им казался полубогом их нескрываемое восхищение льстило фужеру на эту семью падал волшебный отблеск золотого тельца вы должно быть зарабатываете бешеные деньги ну и тратите их верно так же легко как зарабатываете проговорила госпожа вербель нет сударыня ответил художник я не трачу их у меня нет возможности развлекаться нотариус пускает в оборот мои деньги и ведает моим счетом отдав ему деньги я о них уже больше не думаю а мне мне говорили что у всех художников дырявые карманы скричал вербель не будет не скромным спросить кто ваш нотариус полюбопытствовала госпожа вербель славный малый воплощенная честность кордо да что вы вот потеха кордо ведь и наш нотариус воскликнул вербель не двигайтесь сказал художник да сиди же спокойно антенор ты мешаешь господину художнику а если бы ты видел как он работает ты понял боже мой почему вы не обучали меня искусством обратилась вержини к своим родителям вержини скричала госпожа вербель молодая девица не должна знать некоторых вещей вот выйдешь замуж там видно будет а до тех пор веди себя скромнее за время первого сеанса между семейством вербель и почтенным художником установилась некоторая близость следующий сеанс должен был состояться через два дня выйдя из мастерской родители велели вержини идти впереди но она все же уловила отдельные слова смысл которых не мог не возбудить ее любопытство человек с орденом 37 лет художник имеет заказы помещает деньги у нашего нотариуса посоветуемся с кордо называться госпожой де фужер он видимо неплохой человек ты скажешь торговец но пока торговец не удалился от дел нельзя знать что станется с нашей дочерью обережливый художник к тому же мы любим искусство ну посмотрим пока пьер гроссу занимал мысли семьи вербель семья вербель занимала мысли пьера гроссу ему не сиделось в тихой мастерской он отправился побродить по бульвару и внимательно приглядывался ко всем проходившим мимо рыжим женщинам он предавался странным размышлениям золото самый прекрасный металл желтый цвет цвет золота римлянам нравились рыжеволосые женщины он уподобился римлянам и так далее какой мужчина после двухлетнего супружества обращает внимание на цвет волос своей жены красота проходит но безобразие остается деньги залог счастья вечером ложась в постель он уже находил Виржини Вервель очаровательный когда Вервели явились на следующий сеанс художник встретил их любезной улыбкой злодей подстриг бороду аккуратно причесался надел тонкое крахмальное белье лучшие панталоны красные домашние туфли с острыми загнутыми носками супруги улыбнулись ему в ответ не менее любезно а Виржини зарделась под цвет своих волос опустила глаза и отвернувшись принялась разглядывать этюды это же манство показалось горсу очаровательным Виржини была мила и к счастью не походила ни на мать ни на отца в кого же она пошла а вот оно что решил художник мамаша верно заглядывалась на какого-нибудь приказчика во время сеанса красу и семейство Вервель перебрасывались шутками и фужер отважился найти старика Вервеля остроумным после этого признания в его сердце стремительно ворвалась симпатия ко всему семейству и он преподнес Виржине один из своих набросков а матери подарил эскиз даром спросили они гроссу не удержался от улыбки не следует так раздавать свои картины это деньги заметил Вервель на третьем сеансе папаша Вервель заговорил о замечательном собрании картин в его загородном доме в Вильдевре там есть полотна Рубенса Герарда Доу Мириса Терборх Рембранд Пауля Поттера и даже один Тициан господин Вервель совершал безумство напыщенно заявила госпожа Вервель у нас картин на сто тысяч икю я люблю искусство заявил бывший торговец бутылками когда фужер почти закончив портрет супруга начал писать портрет госпожи Вервель восторг семейства не знал уже границ нотариус отозвался о художнике с лучшей стороны в его глазах Пьер Гроссу был честнейшим малым одним из наиболее добропорядочных художников вдобавок он уже скопил 36 тысяч франков время лишений для него миновало он зарабатывал до 10 тысяч франков в год обращал проценты в капитал и самое главное уж конечно не способен сделать женщину несчастной последняя фраза окончательно перетянула чашу весов теперь друзья семейства Вервельтока и слышали разговор о знаменитом фужере в день когда Гроссу принялся описать портрет Вержини он уже был в тайне негласно зятем семьи Вервель Вервели буквально расцветали в его мастерской они чувствовали себя здесь как дома их неизъяснимо влекла к себе эта чистенькая прибранная уютная мастерская художника абиссус абиссум бездна бездну призывает буржуат тянется к буржуа однажды к концу сеанса на лестнице что-то загромыхало дверь с шумом распахнулась и на пороге появился Жозеф бредо у него был крайне возбужденный измученный вид волосы были растрепаны глаза метали молнии он обижал вокруг мастерской и внезапно подскочил горсу тщетно пытаясь застегнуть сурту пуговица выпала из цуконной обтяжки дела плохи бросил он горсу что с тобой за мной по пятам кредиторы слушай ты рисуешь эти штуки да тише ты ааааа так так семейство вервель безмерно возмущенное этим странным вторжением сменило свой Обычно красный цвет На ярко-багровые тона пламени Деньги загребаешь, закричал Бредо Завелись кругленькие в кошельке Сколько тебе нужно? Пятьсот За мной гонится заимодавец из породы догов Такой, если вцепится зубами Уже не отпустит, не оторвав куска Такая порода Я дам тебе записку к моему нотариусу У тебя есть нотариус? Да Тогда понятно, что ты все еще пишешь щеки Этими розовыми тонами Да чего хороши Хоть на вывеску парфюмерной лавки Гроссу не мог скрыть смущение Ему пазировала Вержини Бери натуру такой, какая она есть Продолжал великий художник Мадемуазель рыжая Ну шо ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно Положи-ка на палитру киновой Оживи эти щеки Разбросай по ним коричневые крапинки Здесь подмашь маслом Неужели ты думаешь, что у тебя больше разума, чем у природы? Так, вот что предложил фужер Займи мое место Пока мест я напишу нотариусу Вервиль подкатился к Гроссу и наклонился к его уху Этот грубиян все как есть испортит Зашептал торговец Согласись только он написать ваше Уержини Портрет вышел бы в тысячу раз лучше С негодованием ответил фужер Услышав эти слова, господин Вервиль смиренно попятился к своей супруге Ошеломленный вторжением дикого зверя И весьма мало довольный тем, что тот приложит руку к портрету ее дочери Следуй намеченному, сказал бреду, отдавая Гроссу палитру и беря у него записку Но, я тебя не благодарю Теперь я могу вернуться в особняк Гдартеза Я там расписываю столовую Ален Деллара занимается украшением входа Здорово выходит Приходи посмотреть И он ушел Не попрощавшись, так наскучило ему глядеть на Вержини Кто этот человек, спросила госпожа Вервиль Великий художник, ответил Гроссу Минуту длилось молчание Вы уверены, что он не испортил моего портрета, спросила Вержини Он меня напугал Он его только улучшил, ответил Гроссу Пусть он и знаменитый художник Но мне больше по сердцу знаменитости, похожие на вас Промолвила госпожа Вервиль Ах, мама, господин Фужер еще более знаменитый художник Он нарисует меня во весь рост Заявила Вержини Выходки гения ошеломили этих допорядочных буржуа Наступили дни ранней осени Так своеобразно называемые летом Святого Мартина Робко, как новопосвященный в присутствии гения Господин Вервиль решился пригласить Гроссу Провести воскресный день в их загородном доме Извиняясь, что художник найдет там лишь общество простых смертных Малопривлекательное для него Вам, артистам, проговорил он Нужны сильные переживания Грандиозные зрелища Умные собеседники Но мы угостим вас хорошим венцом А моя картинная галерея, я надеюсь, вознаградит вас за скуку Которую такому художнику, как вы, придется испытать среди торговых людей Это преклонение, столь ласкавшее самолюбие Очаровало Пьера Гроссу, непривыкшего к подобным восхвалениям Этот славный, малый, золотое сердце Человек скромной жизни, этот посредственный художник Бесталанный рисовальщик Награжденный по королевскому указу орденом почетного легиона В полном параде отправился насладиться последними погожими деньками в Вильдавре Он скромно приехал в Дильжансе И залюбовался красивым загородным домом торговца-бутылками Живописно расположенным посреди парка в пять арпанов на возвышенности Вильдавре Жениться на Виржине значило стать в один прекрасный день владельцем этого дома Вервели встретили его так восторженно, с такой радостью, сияя таким добродушием, проникнутым откровенной мещанской глупостью, что он даже смутился То был торжественный день Жениха водили по аллеям цвета нанки, старательно расчищенным по случаю приезда знаменитого человека Деревья, казалось, были причесаны, газоны подстрижены В чистом деревенском воздухе разливались живительные кухонные запахи Все в этом доме говорило Нас посетил знаменитый художник Низенький папаша Вервель катился, как яблочко по аллеям парка Дочка извивалась, как уголь А мамаша выступала чинно и благородно Эти три существа семь часов к ряду ни на минуту не отходили от Пьера Гроссу После обеда, продолжительность которого равнялась его пышности Господин и госпожа Вервель преподнесли главное угощение Осмотр галереи, освещенной выигрышно развешанными лампами Трое соседей, бывшие торговцы, богатый дядюшка, приглашенные чествовать знаменитого художника Старая дева, родственница семьи и другие гости Последовали за Гроссу, любопытствуя узнать его мнение о знаменитой картинной галерее Вервеля Который надоедал им постоянными разговорами об основной стоимости своих картин Бывший торговец с бутылками, казалось, вознамерился соперничать с королем Луи Филиппом и галереями Версаля Картины у него висели в великолепных рамах На маленьких дощечках черными буквами по золотому фону было выведено Рубенс, танец фавнов и нимф Рембрандт, зал анатомии Доктор Тромб читает лекцию ученикам Всего насчитывалось 150 картин, покрытых лаком Без единой пылинки Кое-какие полотна были задернуты зелеными занавесками Которые не раздвигались в присутствии молодых девиц Художник замер на месте Бессильно уронив руки, разъюнув рот Не в силах выговорить ни слова Половину галереи занимали его собственные картины Он был и Рубенс, и Пауль Поттер, и Мирис, и Метсу, и Герардоу Он совмещал в своем лице 20 великих мастеров Что с вами? Вы побледнели? Дочка, принеси воды! Вскричала госпожа Вервель Художник схватил папашу Вервеля за пуговицу фрака И отвел в уголок под предлогом осмотра картины Мурильо В то время испанские художники были в моде Вы купили картины у Элиаса Магуса? Да! И все подлинники! Скажите мне по секрету За сколько он продал вам те, которые я укажу? Вдвоем они обошли галерею Гости умилялись Глядя, как внимательно художник в сопровождении господина Вервеля Рассматривал шедевры искусства «Три тысячи франков!» Шепнул Вервель, подходя к последней картине «Но я говорю всем, что заплатил сорок тысяч» «Сорок тысяч франков за Тициана?» Воскликнул художник «Да ведь это даром!» Я же говорил вам, что у меня картин на сто тысяч икю «Послушайте!» «Да ведь это я написал все эти картины!» Шепнул ему на ухо Пьер Гроссо «И получил за все не больше десяти тысяч франков!» «Докажите это!» Ответил торговец с бутылками «Я увеличу вдвое приданное дочери» «Значит, вы Рубенс, Рембрандт, Терборг, Тициан?» А Магус «Несравненный продавец картин!» Воскликнул художник Ему, наконец, стало понятно Почему его картины приобретали старинный вид И зачем торговец заказывал такие сюжеты Отнюдь не потеряв уважение своего почитателя Господин де Фужер, так семья Вервель упорно величала Пьера Гроссо Проявил такую щедрость, что написал бесплатно портреты всего семейства И преподнес их своему тестю, тёще и жене Ныне Пьер Гроссо не пропускает ни одной выставки И словёт в буржуазных кругах хорошим портретистам Он портит холста на 500 франков И зарабатывает 1012 в год Жена его получила в приданное капитал Который приносит 6000 франков ренты Зять живёт вместе с тестем и тёщей Вервели и Гроссо прекрасно ладят друг с другом Они имеют собственный выезд И принадлежат к числу самых счастливых людей на свете Пьер Гроссо вращается в замкнутом буржуазном кругу Где его считают одним из крупнейших художников нашего времени И если кому-либо из живущих между заставой Дютрон и улицей Тамполь Приходит желание обзавестись фамильным портретом Его заказывают не иначе, как Пьеру Гроссо И платят не меньше 500 франков У буржуая есть веский довод, побуждающий их обращаться именно к этому художнику Что ни говори, а он ежегодно вносит 20 тысяч франков своему нотариусу Так как Гроссо проявил себя с лучшей стороны во время восстания 12 мая Он был награжден офицерским крестом Ордена Почетного Легиона И теперь командует батальоном Национальной Гвардии Версальскому музею было неудобно не поручить заказа на картину Столь благонамеренному гражданину И грассу нарочно разгуливал по всему Парижу Чтобы при встречах со старыми друзьями бросить им с небрежным видом Король поручил мне написать сражение Госпожа Фужер обожает своего мужа Она подарила ему двоих детей Но этот живописец, хороший супруг и отец Не может отогнать от себя роковой мысли Художники насмехаются над ним Его имя стало в мастерских презрительной кличкой Критика не занимается его произведениями Однако он упорно работает Мечтает об академии И несомненно попадет туда Кроме того, грассу облегчает душу мщением особого рода Он скупает картины знаменитых художников Оказавшихся в стесненных обстоятельствах И заменяет свою мазню в галерее Вильдавре Чужими, но подлинными шедеврами Мы знаем бездарных людей Куда более заносчивых и злобных, чем Пьер Грассу Который занимается благотворительностью Не выставляя этого на показ И отличается безукоризненной любезностью Париж Декабрь 1839 года Как много нынче развелось фужеров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...